МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире первой независимой ЗАП-ТВ. В студии Ирина Никифорова. Мы показываем новости Читы из Абайкальского края. Коротко о главных темах сегодняшнего дня расскажут мои коллеги. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жителями домов, которые замерзали этой зимой возле котельной МАШ-завода, сегодня встречается целый депутат Государственной Думы. Подробнее смотрите в этом выпуске. Итоги пятилетней работы Александра Осипова подводим вместе с экономистом Евгением Касьяновым. Все подробности уже скоро не пропустите. Не каждый день в новых домах падают стены. Обрушение фасада Баранского 98 произошло две недели назад. Сегодня детальный разбор о причинах такого чрезвычайного происшествия. Все подробности прямо сейчас в выпуске новостей. Теперь об этих и других событиях более подробно. До отопительного сезона осталось всего ничего. Буквально пара недель, и батареи должны потеплеть. Но не все жители Читы уверенно смотрят в зимнее будущее. Далее в сюжете пойдет речь о котельной МАШ-завода. После зимних скандалов и экстренных планерок. После держания кулачков за показатели температур в квартирах. После всего пройденного холодного ада у жителей домов, подключенных к котельной МАШ-завода, особой уверенности в предстоящей зиме не появилось. Вот и лето прошло, а все информации, кроме того, что надо оплачивать счета, всего ничего. Теплоэнергосервис в плачевном финансовом состоянии. Сети планируется вывести из эксплуатации по весне 2025 года. А как же предстоящая зима? Жители собрались на встречу с депутатом Государственной Думы Юрием Григорьевым. Думы вспоминают прошедшую зиму. Закрыли детские сады на прием детей. Продолжалось это, пока не устранили все аварийные ситуации. То есть до конца окончания зимних каникул, то есть вот уже потом начали прогревать группы и принимать детей. Соответственно, мы понимаем, что никто не обеспечил на время закрытия детского сада всех нуждающихся детей, только были обеспечены остро нуждающиеся семьи. То есть другие родители выворачивались в этой ситуации, просто другого слова не подобрать. Мы говорим уже о том, что там в преддверии детского утренника Нового года были фактически сорваны все вот эти мероприятия. То есть о детях вообще никто не подумал. Дети замерзали. В группах была температура 15 градусов. 15! Вы представляете? Это социальный объект. Муниципальные учреждения. Почему не вводили какой-то режим ЧАЭС или еще что-то? Почему в другом субъекте аналогичная ситуация была с котельной? Я не помню, Липецк или кто, может быть, кто-то в курсе был. То есть там как бы более отнеслись, более реакция была властей. Вот как бы хотелось бы, чтобы на нас внимание обратили. Ситуация не первого года. Разницы в подходе властей к замерзающим районам в Подольске и в Чите удивились многие. И вот вроде бы пронесло. Никого не задержали даже. Надо бы тогда исправить ситуацию. Но нет. Например, в августе жители и не потрогали горячей воды из кранов. Дождаться горячей воды. Ну, как бы про качество мы воды вообще сейчас не говорим. Понятно, лето, ремонтные работы. Мы надеемся, что все-таки вода будет более качественной. Ну, а то, что она бежала холодной, и сейчас вот эту неделю, заметили, да, вода-то горячей стала. Еще один повод для внимания властей – опасения жителей за свои жизни. Это, знаете, мы эту зиму пережили, вот, отопительный сезон 23-24 года, пережили очень спокойно в плане того, что не произошло ни одного выгорания в подъезде. Потому что проводка вся старая, она не рассчитана на то, чтобы подключали такие обогреватели. А не минимум, у всех были, ну, тепловые пушки стояли, обогреватели такие, которые, ну, знаете, вот… Да, по 2 киловатта, по киловатту, сколько они там, да. То есть эта ситуация может просто пойти в массовые выгорания квартир, газифицированные дома на минуточку, да. То есть мы сейчас входим в новый отопительный сезон, и что нам ожидать? Нам выезжать из квартир, как нам предложила управляющая компания? Очень много было, много было просто вот продавайте квартиры, уезжайте. Мы живем в центральном районе, я еще понимаю бы, мы где-нибудь жили в отдаленной точке края. Ну, это стыдно, наверное, должно быть всем в центре города. Здесь у нас вообще центр диализа находится, у нас 24 часа в сутки люди сюда приезжают для получения процедур. И они приезжали в такой же холод, там тоже их, ну, это вообще, я говорю, просто. С новыми заболеваниями, причем люди, да? Два детских садика, то есть, ну, мы же жители здесь, да, вот, ну, это вот просто, наверное, наплевательское отношение. Я сегодня разговаривала и спрашивала с главным инженером, разговаривал Гладковский Александр Сергеевич. Он сказал, я спросила, будет ли у нас тепло в этом году, он сказал, что администрация деньги должна была спустить 2 месяца назад, то есть, никаких денег нет, только все ходят, контролируют и смотрят, не более того. Естественно, детский сад у нас опять будет холодный, это 100%. В смысле, ну, имеется в виду, отопление запустят, но недостаточно. На 30 тонн у нас на начало отопительного сезона в котельной, а должно быть 180 тонн. То есть, у нас даже начала отопительного сезона не будет как такового. Естественно. А почему-то администрация у нас никак не реагирует. Может, мы все-таки администрацию сюда будем приглашать, а не вот так вот, депутатов. Да Гурулев же все услышали. Да Гурулев. Щеглов, Щеглов же нам обещает многое. Денег нет, ну да. А про обращение вот к губернатору о нем, расскажите, вы в нем что просили, в какие сроки? Ну, вот мы описали нашу проблему, что нам пришло письмо от ресурсоснабжающей организации, где они выводят теплотрассы из строя, как бы, и вот это мы все описали. Мы просим помощи, мы просим нас помочь, потому что мы действительно это зимой будем опять замерзать. А это к чему ведет? Дети будут болеть, взрослые будут болеть, это опять куча. Нам ни к чему никто не возместит абсолютно. Это раз. Электроэнергия в разы вот так вот прыгает за, простите, за 400 рублей перерасчета, который они нам сделали, а мы заплатили 1200 полторы только электроэнергию. Ну и вот как сказали, что да? Ну, вы говорите, что нет. Ну, от зависимости от квартиры, я имею в виду, что они же от этого считают. Еще можно одно? Да. У нас газоэффицированные дома, и мы в эту зиму отапливались газом. Да. Многие люди отапливались. Газ окончился в декабре месяце. Окончился. Но дома все равно потом, когда подвозили, каждую неделю этот газ, он оканчивался за неделю. И мы боимся, что мы взорвемся. Антипиха нас ждет. Все включали газ. Все. У нас вот сейчас, простите, как бы, да, время идет к выборам, и вот что-то вдруг все о нас начинают вспоминать, как-то на нас внимание обращают. А 9 сентября про нас опять все забудут. Юрий Григорьев – действующий депутат Государственной Думы. Сейчас он никуда не избирается. Это собрание не агитация, а работа. Здесь он из-за множества обращений. Что в моем плане, да, первое – это послушать, второе – уточнить жилы инспекции в администрации города и в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства для того, чтобы определить, а, ну и самого естественного ответственного теплоснабжающего организацию. Определить ответственных лиц, посмотреть, что можно в этой ситуации сделать и в экстренном порядке получается. А как вы-то помогаете что-нибудь делать? Максимально понимаете. Понимаю, смотрите, вот вы сейчас на меня нападаете, потому что я пришел, да. Другие вообще не пришли, поэтому, соответственно, весь негатив идет на меня. Но здесь я пришел вам помочь. Через депутата Госдумы жители требуют внимания властей. Если здесь не будет у нас администрации города и не послушает нас, оно с места не сдвинется, правильно? Отчитываются, вот был отчет у нее, что готовится город, почти готов к сезонному отоплению, да. А где он готов? Ну так, а где же у нас губернатор-то? Он же знает все равно эти нужды. Неужели он не знает, что этот район и замерзает, и вода плохая? Он же знает. А почему он-то никакие продвижки не делает и городу-то ничего? Не должен делать ему указания же, правда, городу? Ну это же уже сколько, длится это? Чтобы были кто-то представители Щеглова, Попова, Осипов даже, потому что проблема-то такая глобальная. Ну вот можно как-то на вас понадеяться? Давайте постараемся сорганизовать подобную встречу для того, чтобы власть должна приближаться, быть открытым лицом, должны работать. По итогам встречи будет составлен депутатский запрос, чтобы успеть решить проблему. Пока еще тепло. Статус депутата Государственной Думы позволяет более усиленно поднять эту проблему на более высокий уровень. Это достаточно неприятный фактор для любой организации. Они стараются от этого все уйти и избежать. То есть статус абсолютно другой и возможностей намного больше. Ответственности больше для тех, кому приходит этот запрос. Подводим итоги работы главы региона Александра Осипова. Конечно же, здесь не будет красивых цифр, которые из-под земли достанут помощники главного чиновника края. Только экономист Евгений Касьянов и только его трезвый взгляд на прошедшую пятилетку. Не так давно мы пообщались с известным экономистом из Москвы Михаилом Делягиным, который отметил, что Забайкальский край – это регион, где проблемы громоздятся одна на другую. Котлы для отопления покупают чуть ли не в саму зиму. Пенсионеры берут кредиты, чтобы запастись углем. Счета на коммуналку растут. А в школах в глубинках тем временем, открывая окна, могут посыпаться стекла. И тем не менее Александр Осипов, отчитываясь перед депутатами регионального ЗАГСОБРа, заверяет, регион под его руководством уверенно шагает в светлое будущее. Та же самая мысль Витиева-то спрятана и на баннерах, которых с его портретом в анфас в городе настолько много, что, кажется, кровь из глаз смотрящих может пролиться на любом перекрестке. Другой экономист Евгений Касьянов подводит некоторые итоги работы Осипова. Нет, здесь не будет цитата красивых цифр, которых так старались обойти помощники главы региона, работавшие над докладом перед региональным ЗАГСОБРом без выходных. Покажем лишь часть переписки, которую в редакцию канала слили сами же приближенные к официальному лицу. Нужны красивые цифры и тезисы о проделанной работе. Сравнивать нужно текущий момент с 2018 годом. Связи не было, где появилось, где появится в ближайшее время. Пока ремонту мы планируем к 2030 году закрыть полностью потребность. Сколько тысяч жителей края улучшат условия проживания? Финансирование на строительство инфраструктуры показывать не нужно. Касьянов отмечает, край, по словам Осипова, под его руководством совершил экономическую и смысловую революцию. Регион якобы в дальнейшем станет даже одним из локомотивов становления России. Я не специалист, потому что в голове происходит у людей, ну, может, под влиянием каких-то флюидов там, ну и так далее. Но вот в Древней Греции нарциссин считался заболеванием. Это вот так вот обстоят дела. Так вот, посмотрим же на итоги революции экономической и смысловой. Вот за пять лет, что мы имеем итоги. Вот смотрите, в Абриканском крае совсем не плохие темпы развития горнодобывающей промышленности. А за счет чего они происходят? Они происходят за счет того, что пришли крупные инвесторы. Это, ну вот, скажем, Норникель на Быструю пришел. Это Удаканская медь. Это Хайлан Голд работает по ряду месторождения. Руздрак Мед работает. Ну и так далее. Вот это крупные инвесторы. Причем эти крупные инвесторы осуществляют очень большие вложения денег. Вот Андрей Иосифович Кефер, он сказал так, что вот 40% доходов краевого бюджета дают Забыкальской железнодородной и железную дорогу. И вот эти крупные предприятия, которые работают в горной отрасли. Так вот, самое интересное, что вот эти предприятия, они работают практически совершенно независимо от краевого края. Вот краевое правительство, оно совершенно никакого отношения к ним не имеет. И Осипов, и администрация края к работе этих горнодобывающих предприятий, ну, крупных комплексов, имеет такое же отношение, как я, допустим, к полетам на Луну. Вот это примерно то же самое. Имеет, не имеет, а в отчетах Осипова это всегда подано под соусом «Мои заслуги, мои труды». Касьянов продолжает. Все крупнейшие месторождения края – это работа еще советских геологов. За последние 30 лет ни одного нового крупного месторождения в крае не разведано. Минерально-сырьевая база вычерпывается из-за Байкаля. На этом, по словам Касьянова, все и заканчивается. Восполнение ресурсов не происходит. Вторая сторона для вот этих всех процессов. Вот из-за Байкаля кадров для вот этих крупных предприятий, но практически их не имеет. То есть вот они создают рабочие места. А господин Новосибов подсчитывается наверх. Вот столько-то миллиардов инвестиций, вот столько-то рабочих мест создано. А за Байкаля-сы там практически не работают. Там кадров из-за Байкаля – это единицы. В основном эта работа вахтой происходит. Вахты у нас нет ни инженерно-технических кадров, способных охватить вот этот объем. Ни рабочих кадров нет, специальности для этих. Все это вахтовые предприятия. Теперь дальше. Все вот эти предприятия работают через систему ТОР. Территорию опережающего развития. Я считаю, что система ТОР вообще – это территория опережающего разграбления. Ничего больше нет. Потому что они получают столько льгот автоматически. Вот сейчас опять расширили ТОР у нас в Байкале. Они получают столько льгот. У них вот эти льготы, они устроены. Федеральный центр тут не промахнулся. Они устроены так, что они происходят эти льготы за счет региональных бюджетов. То есть вот пять лет региональный бюджет почти ничего не имеет этих. Десять лет по некоторым позициям. И только потом начинаются какие-то поступления. А что проходит за вот это время? Ну а вот для отчета перед Москвой это просто, ну, просто кладезь какая-то. И еще, как справедливо подмечает собеседник, на горнодобывающих предприятиях работники, как мы понимаем, в большинстве своем не забайкальцы. Получают хорошие зарплаты. Но получают они ее по факту на территории региона. Именно так высчитывается средний показатель доходов населения. Что позволяет Осипову говорить о том, что забайкальцы якобы живут хорошо, не бедствуют точно. Момент для местного населения неприятный, но это уже никого не волнует. Колоссальная проблема, как уверены экономисты, в том, что в крае скопилось 1 миллиард тонн техногенных отходов, в которых находятся вредные металлы, которые могут вызывать серьезные нарушения здоровья у забайкальцев, особенно у детей и беременных женщин. Это ртуть и мышьяк. У нас ездили по дороге, читая Забайкальск, Забайкальск, поселок Шерловая гора. Там наверху находятся руины, остатки Шерлогорского гока. Он улового добывал в советское время. Если вы посмотрите, там стоит дамба, которая вот куда сливались эти техногенные. Они в жидком виде были, как правило, техногенные отходы. Куда это сливалось? Вот там 25 миллионов тонн вот этих техногенных отходов. Вот теперь представьте, что если малейший разрыв этой дамбы, это все пойдет на вот этот поселок Шерловая гора. Причем там страшно, что творится. Там и мышьякор, тут и там и бог знает чего. В некоторых, кстати, техногенных образованиях находятся довольно большие запасы и хороших компонентов. Там цинка, там медиа и так далее. Но этим никто вообще не занимается. Никто. Продолжение беседы с экономистом Евгением Касьяновым уже скоро. Не пропустите. Анжелика Понебрашина, Ирина Тимофеева, Иван Дементьев. ЗАПТ-ТВ Аврора Газ. Газификация Читы. Подать заявку можно по следующим адресам. По вопросам, связанным с подачей документов, четинцы могут проконсультироваться и по телефону горячей линии. 8-924-021-29-16. Двухэтажное здание бывшей учительской семинарии в Чите на улице Богомягква, 38, которая признана памятником архитектуры 19 века регионального значения, выгорело утром 6 сентября в Чите. Пожарные перекрыли движение от Балябина до Подгорбунского. Учеников городского центра образования и 32-й школы, которые находятся по соседству с домом, эвакуировали. В этом же доме произошел пожар 29 марта. Там загорелся мусор. Благодаря быстрым действиям пожарных дом от огня тогда не пострадал. Однако обнаружилось, что неизвестные разгромили мебель внутри и разбили окна. Такая же ситуация произошла в апреле. Фасад остался цел. Изначально здание принадлежало учительской семинарии. Для передачи здания в государственную казну им владел Забайкальский государственный университет. Там был корпус факультета культуры и искусств. Помещения факультета пришли в ветхое состояние еще в советское время. Тогда обсуждалась реставрация здания, но возможностей не было. Поэтому 3-4 года назад его передали Росимуществу. Руслан Никонов уволился с должности директора Читинской школы номер 49, который руководил с 2002 года из-за состояния здоровья. Такую причину озвучила Читтиру, министр образования Забайкальского края Марина Секержитская. На вопрос о том, как сама Секержитская относится к увольнению директора, она отметила, что хочет лишь пожелать Руслану Никонову здоровья. Он ушел с должности 5 сентября. Пресс-секретарь комитета образования Читы Гассер Ароднаев сообщил, что трудовой договор с директором расторгнут по собственному желанию. Между тем, ранее в интернете появилась петиция в защиту директора школы номер 49 Руслана Никонова, в которой от имени родительского комитета сотрудников учебного заведения и учеников было выдвинуто требование оставить Никонова на занимаемой должности. Суд обязал Министерство спорта Забайкальского края возместить несовершеннолетние спортсменки. Траты на участие во всероссийских соревнованиях сообщил ЗАБРУ президент региональной федерации плавания Александр Старицын. Как он рассказал, соревнования проходили в октябре прошлого года в Саранске. Наши воспитанники прошли отбор, мы подали заявку в региональный центр спортивной подготовки, уведомили министра спорта Андрея Середкина, но ответ так и не получили. Дальше, по словам президента федерации, после возвращения с соревнований, он обратился в прокуратуру по нарушению закона о физической культуре и спорте, а прокуратура уже подала иск на возмещение трат в суд. В конце мая суд первой инстанции вынес решение в пользу спортсменки, но в Минспорте не согласились с решением и подали апелляцию. Вчера состоялось заседание по этой апелляции, и суд оставил решение первой инстанции без изменений, рассказал собеседник издания. Александр Юрьевич добавил, что сумма возмещения 34 тысячи рублей. Отопительный сезон в Чите начнется с 18 сентября. Соответствующее распоряжение 5 сентября подписала глава городской администрации Инна Щеглова. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно распоряжению, к этому дню должны подключить все школы, детсады, больницы и поликлиники. Руководители учреждений обязаны сообщать о нарушениях. Отопление в дома Читы в прошлом году начали давать раньше установленного комитетом городского хозяйства срока. В некоторых районах не стали дожидаться 18 сентября и включили его 16 сентября. Министр природных ресурсов и экология Александр Козлов в ходе Восточного экономического форума рассказал об успехах газификации нашего края, который он назвал Читинской областью. Об этом сообщается на сайте Авторадио. В Читинской области более 12 тысяч домовладений переведены с угольного на газовое отопление. Также реконструированы две ТЦ-8 котельных, сказал Козлов. Ранее зампред краевого правительства Алексей Гончаров, высказываясь о газификации Читы, допустил возможность нарушений. Также профессор Евгений Касьянов подверг сомнению темпы газификации Читы. Позже забор и туалет нашли общественники на месте хранилища газа. 14 августа в Чите произошло чрезвычайное происшествие. В жилом многоквартирном доме рухнула часть стены. С момента обрушения прошло уже две недели. И сегодня мы расскажем о причинах обвала и о дальнейшей судьбе относительно новой, но уже разрушающейся многоэтажки. Подробности в материале Виктора Соловьева. Последний месяц лета 24-го для жителей многоквартирного дома Папаранского 98 оказался напряженным. Днем 14 августа рядом с третьим подъездом обрушилась часть облицовочной стены. Кирпичные осколки разлетелись тогда на десятки метров, повредив несколько автомобилей. Я услышал хлопок, выглянул из балкона, увидел тут пыль, выскочил, написал сообщение в группе сразу жителям третьего подъезда, в нашей группе, чтобы ни в коем случае были бдительны, не выходили из подъезда, потому что возможно еще, ну там как бы трещины видно, я говорю, вот не думайте выходить, может еще упасть. И детей отогнал, тут стоял, буквально отгонял. Детей вот мужчина тут машину свою отогнал, у него засыпал весь капот. К счастью, происшествие тогда обошлось без человеческих жертв, но легче жильцам от этого не стало. Жить в относительно новом доме и наблюдать, как он разваливается прямо на глазах, не очень приятная ситуация для собственников новостройки. Специалисты управления ГОИЧС тут же выехали на место происшествия и установили ограждение, стена тогда обрушилась лишь частично. Представители управляющей компании начали работу по искусственному обрушению фасада во избежание несчастных случаев. Однако полностью демонтировать облицовочный кирпич, который в любой момент может упасть, так и не удалось. Поскольку спецтехника в нашем городе ограничена по высотам, максимум, что мы нашли, то это до девятого этажа, это порядка 40-45 метров вышку. Разобрали часть фасада, которая также приносила опасность жителям. Сняли эту часть фасада, обрушили ее вниз, выше пока подняться не можем, потому что обращались в различные организации с помощью спецтехники, которая может дотянуться до 13-го этажа. Но пока как бы ответа нет. Написали письмо в МЧС по Забайкальскому краю, но нам пришел отрицательный ответ. Ничем они нам помочь не могут. Несмотря на угрозу жизни и здоровью проживающих в доме людей, в МЧС России по Забайкальскому краю и правда отказали в предоставлении спецтехники, ссылаясь на то, что пожарные автомобили предназначены для выполнения специальных работ при тушении пожаров и проведения аварийно-спасательных работ. Копия официального ответа от управления имеется в распоряжении редакции ЗАП-ТВ. А в это время и специалисты УК, и сами жители находят новые трещины, которые могут вызвать дальнейшие обрушения фасада здания. При обследовании всего дома выявляются места с трещинами именно вот этого красного кирпича, керамического и облицовочного, что идут прямо такие же трещины. Есть большое опасение, что не только здесь этот фасад может обрушиться, а в других местах. Первичный осмотр основной стены, на которой до 14 августа еще держался фасад, показал, что одной из причин обрушения предположительно служат скрытые строительные дефекты при возведении здания. Мы видим на месте обрушения отсутствие привязки вот этой облицовочной стены к основной стене здания. То есть, если мы посмотрим непосредственно на уровне до третьего этажа, мы видим армированную сетку, которая, собственно говоря, удерживает этот красивый красный облицовочный кирпич, то дальше, выше, уже до девятого этажа, мы видим все меньше, меньше, меньше. И в конечном итоге мы видим, что более половины данной стены не привязаны к стене многоквартирного дома. Я вот сам лично поднимался на вышке непосредственно на место разрушения. И я думаю, что эксперт даст этому все-таки квалифицированную оценку. Но, на мой взгляд, не строителя, а юриста, я полагаю, что все-таки здесь имеется наличие скрытых строительных недостатков, допущенных именно на стадии строительства здания. Парадоксально то, что этому дому всего 14 лет, что является небольшим сроком для капитального строения. Срок службы таких объектов составляет без малого 80 лет, а вот срок гарантийных обязательств застройщика всего 5 лет, и, скорее всего, он будет еще меньше. Сейчас пока еще гарантийный срок на строительные конструкции после застройщика составляет 5 лет, но уже внесены изменения в закон о долевом строительстве, где данный гарантийный срок будет составлять всего 3 года. Мое глубокое убеждение, что застройщик должен нести за скрытые строительные недостатки, ну, как минимум 25 лет. Откуда взялся этот срок? Это минимальный нормативный срок амортизации зданий, капитальных зданий. Советом дома принято решение о подаче в суд иска к застройщику от имени собственников квартир. На данный момент подготавливаются все необходимые документы. 14 лет – это уже достаточно далеко за гарантийным сроком, поэтому предъявлять какие-либо требования застройщику достаточно сложно. Тем не менее, поскольку эти строительные недостатки, которые были допущены во время строительства данного дома, обнаружены только сейчас, я полагаю, что у нас есть все основания в суде доказать право собственников предъявить устранение данных недостатков именно застройщику. Уже совсем скоро будет проведена строительная экспертиза на месте обрушения фасада. Мы тоже ждем приезда специалиста, чтобы пообщаться с экспертом лично, ибо не каждый день в Чите падают стены, еще и в новых домах. Виктор Соловьев, Ирина Тимофеева, Иван Дементьев, ЗАП-ТВ. Благотворительный фонд «Спасательный круг» объявляет срочный сбор средств для 16-летней Елизаветы Сарапуловой. В «Спасательный круг» обратилась мама Елизаветы с просьбой собрать средства на поездку в Москву для лечения дочери в Центре онкологии имени Рогачева. Я являюсь мамой Сарапула Елизаветы. Мы проживаем в Забайкальском крае Коварского района, в маленьком поселке Кобья. У нашей дочери Елизаветы в течение учебного года, учащаясь в 9 классе, очистились очень утреннее головокружение часто. Тремор рук, обморочное состояние, тошнота. Мы бы обращались к врачам Чара, значит, к неврологу, где был поставлен диагноз мигрень, то есть вегетосудистой дистонии. Но так как состояние ребенка ухудшалось в августе этого года, 24-го, мы начали проходить обследование в городе Новосибирск. После прохождения вторичного МРТ с контрастом моей дочери, нашей дочери поставили диагноз менингиома с пометкой ПАЦИТА «Неотложная скорая помощь». При вызовении неотложной скорой помощи в ночное время было произведено КТ. По КТ также было выявлено большая объемная опухоль в правой ножке головного мозга. Коллегиально нейрохирурги поставили диагноз глиома. Нам рекомендовано пройти консультацию в городе Москва в нейрохирургии имени Бурденко, а также консультацию онколога имени Рогачева. Хотелось бы обратиться за помощью к вам, к всем, кто неравнодушный. Помогите, пожалуйста, потому что Елизавета очень добрый маленький человечек, который хочет идти к своей цели, но хочет быть программистом, верит в всё самое лучшее. Поэтому обращаюсь к вам в помощь и организация поездки для получения лечения, постановки диагноза. Спасибо заранее. Помочь Елизавете вы можете на сайте фонда «Спасательный круг». В разделе «Сейчас собираем» найдите строку с именем девочки и переведите посильную для вас сумму. Это все новости на сегодня. Спасибо, что вы с нами. Обязательно ставьте лайки под каждым нашим сюжетом и программой. Под нашими выпусками новостей на Дзене и Ютубе ВКонтакте. Делитесь публикациями ЗАП-ТВ в социальных сетях, на своих страницах. Делитесь с друзьями. Именно так нас становится больше. А я с вами прощаюсь. ЗАП-ТВ Суббота, 7 сентября. Температура воздуха утром составит плюс 9, днем плюс 21 градус тепла. Облачное, без осадков. Температура воздуха вечером составит плюс 15, ночью плюс 9 градусов тепла. Ветер умеренный от 6 до 8 метров в секунду. Спонсор выпуска – Чита Моторс, официальный дилер Джейку и Аммода в Забайкальском крае. А у меня на этом все. Увидимся в эфире. Притяжение новых возможностей и технологий. Чита Моторс приглашает в новый дилерский центр Аммода и Джитрукс. Автомобили будущего теперь в нашем автосалоне на улице Ковырная, 42. Редактор субтитров А.Семкин Субтитры подогнал «Симон»